В конце текущей недели рынки будут следить за публикацией следующих макроэкономических событий. Так, в четверг Банк Англии оповестит всех о своем решении касательно ключевой процентной ставки на август. Рынки спокойно ждут сохранения учетной ставки на отметке 0,25% годовых. Предыдущая встреча Центробанка закончилась аналогичным решением. Было объявлено о сохранении основной процентной ставки без изменений. Однако трое из восьми членов правления проголосовало за немедленное повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов с целью сдерживания темпов инфляции. При этом все восемь членов комитета единогласно проголосовали за решение оставить в текущем виде программу по покупке активов в объеме 435 млрд фунтов. Банк Англии прогнозирует ускорение темпов инфляции до 3% уже этой осенью. Одним из драйверов роста цен указывается снижение курса фунта стерлингов, последовавшие за парламентскими выборами. На следующий день в пятницу Национальное статистическое бюро США расскажет об уровнях безработицы и занятостей в июле этого года. По прогнозам экономистов, количество безработных должно сократиться до 4,3%, а занятость должна повыситься на 183 тыс. рабочих мест. Напомним, что в июне число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 222 тыс. человек. Данное значение превзошло ожидаемый рост на 175 тыс. При этом уровень безработицы повысился с 4,3% до 4,4%, хотя прогнозировалось, что показатель не изменится. Число занятых в частном секторе выросло на 187 тыс. Производственная сфера смогла создать 1 тыс. рабочих мест. Индекс средней почасовой оплаты труда в июне повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении уровень роста средней почасовой оплаты труда составил 2,5%. Также в пятницу в Канаде выйдет отчет по рынку труда за июль. Аналитики предвидят сохранение безработицы на отметке в 6,5%, в то время как занятость должна вырасти на 14 600 рабочих мест. Стоит отметить, что в июне занятость в Канаде показала более сильный прирост. Число вакансий выросло на 45 300, следуя за повышением на 54 500 месяцем ранее. Большая часть роста пришлась на рабочие места с частичной занятостью. Однако количество рабочих мест с полной занятостью также росло. Кроме того, уровень безработицы в Канаде снизился до 6,5% в отчетном периоде. Такие результаты удивили экспертов, которые ожидали повышения занятости лишь на 10 000 рабочих мест, а уровень безработицы должен был остаться без изменений на отметке 6,6%. Также в конце недели будут опубликованы следующие данные. В четверг Австралия выпустит данные о торговом балансе страны. Великобритания опубликует статистику об активности в секторе услуг. Глава Банка Англии Марк Карни проведет пресс-конференцию. Выйдет отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Американский институт управления поставками ISM опубликует данные об активности в производственном секторе. В пятницу Резервный банк Австралии сделает объявление относительно курса денежно-кредитной политики. И также в Австралии выйдет отчет по объему розничных продаж. Канада и США завершат неделю отчетами по торговому балансу. Это был календарь свежих экономических событий, подготовленных для вас командой Инстатв. Всего вам доброго и удачной торговли! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok